Следующая программа предназначена для зрителей старше 16 лет. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Место происшествия» в студии Полина Зайцева. В ближайшие минуты информация о самых громких происшествиях в регионе. Смотрите сегодня в выпуске. Сын постоянно предъявлял ему какие-либо претензии, в основном имущественного характера. Но вот на этой почве у них были регулярные ссоры. В деле о заказном убийстве предпринимателя поставлена финальная точка. Все обвиняемые выслушали обвинительные приговоры. Они вот этот дом подожгли, мы здесь жили. Еле потушили, мы чуть не сгорели. Частный дом сгорел на улице Калашникова. Склад с мебелью сгорел в Держинске. В районе метра моста иномарка влетела в отбойник. В начале выпуска о последнем происшествии к этому часу. Пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате аварии в Починковском районе области. На 228-м километре трассы Нижний Новгород-Саранск столкнулись тягач Мерседес и автомобиль Хендай. В салоне иномарки находились пять человек. Все они погибли. На место происшествия прибыли все экстренные службы. По какой причине произошло столкновение, пока неизвестно. В 86 лет тюрьмы на всех получили подсудимые по делу о заказном убийстве. В Нижегородском областном суде поставлена точка в нашумевшем уголовном деле. Осенью 2010 года в своем дворе был застрелен известный предприниматель Алексей Султанов. В ходе расследования выяснилось, что преступление носит заказной характер. Сын Султанова решил убить отца, чтобы на средства от наследства расплатиться с долгами. В итоге все участники преступления были задержаны и предстали перед судом. Эти мужчины оказались на скамье подсудимых из-за громкого дела об убийстве Нижегородского предпринимателя. Но самое удивительное, что инициатором оказался родной сын убитого. Корысть побудила его пойти на преступление. После смерти отца он хотел получить наследство. Рядом с мужчиной находятся и его сообщники. Один из них – наемный киллер. Старший сын Александр Султанов не работал. Вел бродяжнический образ жизни, злоупотреблял спиртным. И постоянно конфликтовал с отцом, полагая, что отец ему вообще всем по жизни должен. В зале находится и супруга убитого. Даже спустя время она с трудом может поверить случившееся. Сын постоянно предъявлял ему какие-либо претензии, в основном имущественного характера. Ну, вот на этой почве у них были регулярные ссоры. Когда они прекращались, ну это было ненадолго. Потом все начиналось сначала. По словам близких убитого, мужчина догадывался о том, что ему грозит опасность. Но поверить в то, что родной сын оказался врагом, он не смог. Вроде такие были иногда, но я их как-то во внимание не принимал и в уме не укладывал. Ну как это так можно? То есть все-таки были иногда? Да, иногда я тебя наставлял туда-сюда, вот так вот. По материалам дела убийство произошло в 2010 году. Сообщники подбирались по принципу знакомства друг с другом. Всего группы насчитывало 6 человек. При этом, чтобы найти исполнителя, был вызван знакомый из Молдовы. Предлогом для начала разговора стала работа на стройке. Но быстро перешли к необычному предложению – убить человека. Пад заработать по работе строительства. И тут же, как говорится, что бы не рискнуть убить за деньги кого-то. На то, чтобы обдумать предложение, ушло всего несколько дней. Каждому из сообщников предлагались различные суммы, выплатить которые планировалось после получения наследства. Исполнителю 300 тысяч рублей. По словам самого киллера, он видел другие способы решения проблемы. Так или иначе, но задуманный убийца привел в исполнение и скрылся с места преступления. Благодаря тщательной оперативной работе преступление удалось раскрыть. Главной уликой в непростом деле стал пистолет, из которого и застрелили пенсионера. Сын убитого хранил его у себя. Уже в процессе судебных заседаний подсудимые вину отрицали и надеялись на снисхождение присяжных. Вину свою категорически отрицали. Они настаивали на рассмотрение дела судом присяжных, что, в общем-то, и было им обеспечено. Дело рассматривал суд присяжных. Они настаивали на своей непричастности к преступлению. И пытались доказать свою невиновность. В итоге всех членов преступной группы осудили на длительные сроки. Сын, заказавший отца, получил 13 лет заключения. Киллер – 19 лет. Остальные участники получили свыше 10 лет. В общей сложности срок заключения в колонии строгого режима составил 86 лет. Ведь шестой участник преступления был осужден в особом порядке и уже получил 12 лет тюрьмы. Юлия Рябова, Артем Кичемасов. Специально для места происшествия. 140 квадратных метров. Такой оказалась площадь пожара на складе мебели в Дзержинске. Горел цех готовой продукции, мягкой и корпусной мебели. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в четверг в половине пятого вечера. Огонь охватил двухэтажное кирпичное здание. На месте происшествия работали более 30 пожарных и почти 10 единиц техники. Чтобы справиться с возгоранием, потребовалось 40 минут. Жертв и пострадавших нет. Сейчас инспекторы дознания изучают все подробности этого происшествия, чтобы установить, по какой причине загорелся мебельный цех. Ущерб владельцы здания оценивают в несколько миллионов рублей. Пожар в Сормовском районе. На улице Калашникова сгорел частный дом. Деревянная постройка уже давно была выселена. Вполне возможно, что виновниками пожара стали местные бомжи. Но у местных жителей есть и другая версия – умышленный поджог. К приезду пожарных дым было видно на расстоянии нескольких километров. Ликвидировать возгорание прибыли несколько пожарных машин. Тушили огонь с улицы. Заходить внутрь было опасно не только из-за бушующего огня. Крыша вот-вот могла обвалиться на головы огнеборцев. Несмотря на то, что жар пламени ощущался в нескольких метрах от полыхающего дома, вокруг собрались многочисленные зеваки. Видел дым воздалека и подъехал. Спереди, посмотрите, просто перенесоваться. Ну вот, все больше. Здесь, я смотрю, рядом дома тоже сгоревшие. Ну, и нежилые тоже дома. Практически вплотную к горящему зданию находится другой дом. Основные действия пожарных были направлены на то, чтобы не допустить перехода огня. Вскоре пламя удалось сбить. Несмотря на риск, специалисты вошли в дом и уже изнутри полностью ликвидировали горение. За их действиями наблюдали бывшие жильцы дома. Их недавно расселили, но узнав о случившемся, они сразу же приехали. Расселили, дали квартиры. Мы уехали год назад. Вот такая картина сегодня мы наблюдаем. Как думаете, из-за чего это могло произойти? Не знаю, или бомжи. Может, сами подожгли. Ломать не хочется. Так быстрее. Все, скорее бомжи. Версию со случайным поджогом верили далеко не все. По словам бывших хозяев, кому-то было выгодно поджечь строение. Специально поджигают по-любому. Когда мы здесь жили в 2011 году, они нас тоже выселять, выселять. Они вот этот дом подожгли, мы здесь жили. Еле потушили, мы чуть не сгорели. Улицы, на которой произошел пожар, сейчас пустуют. Жители и домов расселили. Но сами здания носят следы пожара. Здесь все поджигают. Буквально два месяца назад там кирпичный дом, вот в начале улицы стоял, тоже сгорел. Не жалко вам сейчас наблюдать? Да не знаю, жалко. Мне здесь прошло всю жизнь, в общем-то. Жалко вам. Выяснить, действительно ли дом подожгли, теперь предстоит специалистам. Евгения Иванова, Артем Кичимасов и Александр Котин. Специально для Места происшествия. Самые интересные и значимые репортажи этой недели вы сможете увидеть еще раз в итоговой программе Места происшествия, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 19 часов 15 минут. Только на Первом городском телеканале. Не пропустите. Авария на подъезде к метромосту. Водитель Форда не справился с управлением и машина влетела в отбойник. Около двух часов дня на метромосту молодой человек не рассчитал свои силы и врезался в отбойник. В результате чего его автомобиль получил серьезные механические повреждения. Как утверждает водитель, его подрезала иномарка. Номеров он не запомнил. По счастливой случайности в момент столкновения дорога была свободна. Молодой человек пояснил, что за рулем он всего второй месяц. На место аварии сотрудников ГИБДД водитель Форда вызывать не стал. Его машина застрахована на такие случаи. Отойдя от стрессового состояния, молодой человек дозвонился до друзей, которые ему и помогли эвакуировать разбитое транспортное средство. На этом пока все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия или преступления, звоните по телефону нашей редакции 212-9-112. Или пишите нам в интернете. Адрес электронной почты программы указан на экране. Эфир продолжит служба новостей «Город» с Дмитрием Сорокиным. Оставайтесь на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова